В Сумской области самая длинная граница с врагом. Через неё с первых же дней заходили гигантские колонны вражеской техники. А местные жители брали в руки оружие и шли останавливать врага, как умели. Все. От кадрового военного до священника. Когда случилось так, что нужно было защищать тех, кому я проповедовал любовь, то у меня не было сомнений. Приготовился к бою и легендарный в соцсетях сумчанин Мазай. Взял военный билет, взял паспорт и на этом велосипеде поехал получать оружие. Кто-то снял из окна и выложил в интернет. Дед поехал нормальный такой. Так что документальный фильм «Сумы» мы дали им под дых, который снимали и в Сумах, и в Ахтырке, и в Тростянце о всенародной обороне области. Мне хотелось рассказать истории, о которых уже немного люди знают, но не знают, что именно там происходило. А во-вторых, показать вот эту самую главную составляющую, насколько разные люди защищали Сумы. Местные партизани ли шли на хитрость и не раз сталкивались с врагом лоб в лоб. Я принял решение, что мы с ними поравняемся, откроем дверь Т-чика и откроем огонь. Так мы и сделали. Россияне поначалу заходили совсем без страха. Когда мы их раздолбили, наши ребята пошли посмотреть, что они там везли. Везли, короче, парадную форму уже полностью. Взятие за Киев, за Харьков, за Сумы. Награды уже были. Но, как четко показано в ленте, засады ждали их повсюду, даже в глубоком тылу. Олег, один из героев фильма, объясняет, шли на риск не потому, что не было страха. Потому что за тобой город с людьми, детьми, родителями. В Сумской области остановили или задержали не одну колонну россиян. В качестве приманки была выбрана МТЛБ. И заряд был установлен именно в ней. Когда я увидел, что я подбил БТР, я очень расстроился. Мне хотелось подбить какой-то танк, какую-то эту. Но, когда оказалось, что это БТР КШМ, командно-штабной БТР, командира батальона и выше, я был приятно удивлен. Задержка на ценные часы давала шанс навести байрактары на колонну. Наводчиками этих байрактаров были все люди, все украинцы. Спотившиеся в мощный кулак. Это и простые сельчане, и народные депутаты Украины. А подрывали технику люди, у которых немного знаний, но много сил и воли. Нажали кнопку, а подрыва не произошло. 417 единиц техники тогда шло. Парень выполз, нашел причину, починил, вернулся и еще раз подорвал. Сумчане затрофеяли немало техники и оружия. И брали россиян в плен десятками. Я ей там еще напереду написал, что я не могу тебе поздравить, поэтому пришли тебе букет, фотографию. А так было все, что прислали фотографию этих полонинок. И она мне сказала, что я еще хорошего букета не ожидал. Фильм снимали всего 4 человека и уже показали столице в Доме кино. О планах прокат по областным центрам страны. Ведь нужно знать, как этот регион сдержал врага. Именно такое всенародное движение, всенародное сопротивление. Понятно, что оно было подкреплено партизанской традицией. Мы знаем, что там уважали всегда партизанское движение. Это дало те результаты, что в Сумской области остановили врага. Не дали ему продвигаться. Это дало нам время продержаться. Продолжение следует...